Тот самый дом на Еврейской 1, где когда-то жил Владимир Жаботинский, знаковая фигура для еврейской истории. Журналист, писатель, идеолог правого сионизма и создатель Еврейского легиона. Дом давно обветшал, его продолжают обходить внимание коммунальной службы, а сейчас по памятнику архитектуры нанесен еще один сокрушительный и очень точечный удар. На месте, где некогда был горельеф, посвященный самому Жаботинскому, теперь остался вот такой неприглядный след и отверстие в стене. Сейчас возникает вопрос, а где же искать украденное? На пункте приема металла или на интернет-аукционе? Владимир Жаботинский, известный также как Зеев, родился в Одессе в 1880-м, а умер в эмиграции в Нью-Йорке в 1940-м. В родном городе он успел сделать себе имя журналиста и писателя, и даже дважды посидеть в тюрьме по подозрению в хранении запрещенной литературы и за выступление на митинге. А в 1897 году он жил вот в этом доме на Еврейской 1. Сто лет спустя здесь установили вот этот горельеф. В прошлом году с него похитили скульптуру «Усмирителя льва», и к моменту похищения горельеф уже выглядел так. Наглый акт вандализма посреди белого дня увидели немногочисленные очевидцы. Я увидела, что идут два мужчины, и чего-то я подумала, что они со стройки, не бомжи. Они шли со стулом, подошли к этому памятнику, к этой стенке, стул поставили, один вылез на стул, другой его держал, и они вырвали этот памятник. Я почему-то подумала, что это, наверное, мы же со стройки сперли его, понимаете. А он, вижу, медный, хороший такой, добротный. Потом, нет, они, вижу, перешли вот там дороги возле этого здания, и туда вот, где гаражи, прямо так, как к гаражам подошли туда и вот. Речь идет об этих гаражах через дорогу от дома. Дальнейший путь горельефа женщина не видела, говорит, не придала значения. Подумала, может, унесли на реставрацию перед туристическим сезоном. Разумеется, полицию никто не вызывал. То, что это кража, банальная охота за металлом, а не заказное похищение для чьей-то коллекции, нас уверили краеведы. Говорят, горельеф антикварной ценности не представляет. Его можно найти в течение суток, просто сделав рейд по всем пунктам приема металлов. Скорее всего, он где-то там. Его вряд ли украли кто-то из коллекционеров, но такие вещи все-таки не коллекционируются. Коллекционируются старинные таблички. Вот старинные таблички, да, могут воровать коллекционеры. А вот это вполне современный был барельеф, и его явно украли с целью сдать на металлолом. Много скепсиса у краеведа и по вопросу поиска вандалов. Дмитрий рассказывает, что с боями заставили Департамент культуры обратиться в полицию по другим кражам. В результате правоохранители ответили, что уголовных производств открывать не будут, не видят оснований. Теперь экскурсоводы раздумывают, как оправдываться перед иностранцами за безалаберность к истории мирового масштаба. Еврейская Одесса – это экскурсия, которая очень популярна. И я не знаю, как смотреть теперь в глаза, да, вот экскурсантам из Израиля, когда они в очередной раз приедут. И не только из Израиля, в принципе, по всему миру. Известен Жаботинский, его произведение. И когда в очередной раз приедут туристы, что мы им будем показывать? Что мы не можем сохранить наше наследие, что у нас все разрушается, все воруется. Сам дом Жаботинского – памятник архитектуры. Это бывший доходный дом Докса. И его состояние давно вызывает опасения одесситов и даже Израиля. Дипломаты просили обратить на него внимание. Тем временем новость о похищении горельефов встревожила еврейскую общину. Там считают, что это дело рук охотников за металлом. Антисемитизма здесь нет. Я думаю, что если бы это был акт антисемитизма, то его бы бросили на землю, расколотили, разрисовали. То есть подчеркнули бы свое отношение. Или на этом месте что-то нарисовали. А если сняли, понесли в сторону гаражей. Если что-то выглядит, знаете, как кошка, мяукает, как кошка, и лазает, как кошка, она является кошкой. Если бронзовую доску снимают и несут в сторону гаражей, то они для того, чтобы показать, что они не любят евреев. Собеседник говорит, что Жаботинский для Израиля, как Шевченко для Украины. Фигура легендарная. И удар по его памяти не лучшим образом отразится на репутации города и страны. Вообще не надеются, что похитители будут найдены. А вопрос замены или установки нового памятного знака должна инициировать Одесская мэрия. Если, конечно, горельеф на свое прежнее место чудесным образом не вернется. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Телеканал Репортер.